Василий Иванович стоял у истоков создания общества диабетиков. Он болен уже более 40 лет. Когда ему был поставлен диагноз, это, конечно, было страшно. Но он решил не сдаваться и бороться с этим недугом, собрав единомышленников. В 96-м нас собирается инициативная группа. То есть мы как бы сами борелись в своем котле, сами с проблемами диабета, как бы сами справлялись. А что такое диабет? Это большая психологическая нагрузка. О, у тебя диабет, о, это диета, это уколы каждый день. Понимаете, проблем много. У людей, больных с сахарным диабетом, действительно очень много проблем. И людей с этим недугом много. И всем известно, что врач на приеме ограничен во времени. И тогда Василий Иванович и его друзья по несчастью объединились и создали свое общество. Лозунг всемирной организации диабетиков – «Вместе мы вместе сильнее». А правда? Почему мы вместе? Вот я болею, я с вами поделился. Вы мне рассказываете про свои достижения. Вы говорите, что вы кушаете, что как питаетесь, как колите инсулин. Врач там все, 10 минут с ним посидел и все дело. В 2016 году общество отметит свое 20-летие. Многие годы и по настоящее время им руководит и организовывает всю работу Елена Валентиновна Воробьева, которая во главу угла своей деятельности поставила и помощь детям. Так была создана выездная школа диабета для юного поколения. Такая идея возникла у нас с областным детским эндокринологом Ивановой Евгеньевной. Мы решили с ней детей вывозить на теплоходах по разным маршрутам. То есть это и психологическая реабилитация, и обучение, и дети наслаждаются красотами России. Занятия с ребятами проводились каждый день. Дети, когда остаются без родителей, порой в житейских ситуациях они не знают, как вести себя. Поэтому рядом был опытный наставник-эндокринолог, который подсказывал, сколько единиц хлебных надо покушать, сколько надо сделать инсулина, чтобы сахар был в норме. То есть все было под контролем, жестким контролем эндокринолога. Ленинская районная общественная организация инвалидов-диабетиков в Московской области одна из самых активных и имеет такой весомый стаж работы. Председатель награждена знаком главы за личный вклад в развитие района. Я считаю, что это большая оценка моего скромного труда. И это некий стимул, чтобы работать дальше лучше и лучше. В 2014 году общество диабетиков с проектом «Ты не один» вышло на областной конкурс «Наша Подмосковья» и стало победителем губернаторской премии. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.